Когда я шел из богослужения в воскресенье, то Господь проговорил в мое сердце слово из послания евреям, стих прозвучал, из послания евреям 10 главы, что братья имеют разновение входить в осветилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. Евреям 10 стих 19. Путь новый и живой. Давайте скажем путь новый и живой. Божий путь это новый путь, то есть это другой путь, чем тот путь и те пути, которые в этом мире. Господь отличается, Его путь отличительный, Он другой путь. И опасность или проблема неправильных путей, что они приведут к смерти. Не просто к физической смерти, они приведут к духовной смерти, к погибели. Они приведут к суду. И об этом говорится многократно в Библии и говорится в Екклесиаста, книга проповедника Екклесиаста, это тоже после притчи. Там тоже говорится, что, говорится молодым людям, например, что ты можешь жить или ходить по путям сердца твоего и помыслов твоих, но знай, что за это Бог приведет тебя на суд. То есть опасность путей неправильных, что они приведут на Божий суд. А Библия говорит, что верующий, он не судится и на суд не приходит. Верующий, то есть кто верит, что вот нужно жить так, как хочет Бог, да? Верит, кто верит Богу, доверяет ему полностью. И вот у Екклесиаста сказано, что в неправильные пути имеют опасность, опасную тенденцию и опасный конец. И поэтому мы ищем правильный путь, мы проповедуем и ищем о Божьих путях. Скажите, аминь, это правда же, да? Мы ищем Божий путь. Итак, Екклесиаста 11, стих 9 говорит, «Веселись, юноша, в юности твоей, и довкушает сердце твое радости в одни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, по путям сердца твоего и ведению очей твоих». То есть ходи, посмотря тому, смотря по тому, что ты видишь. Это мы говорим, здесь неправильный путь описывается. Ходи, потому что ты видишь. То есть люди видят, и они ходят, посмотря по тому, что они видят. Но Библия говорит, мы ходим невидением, мы ходим верой. Скажем, аминь, друзья. Правильный путь – это ходить верой, это доверять божественной навигации, божественному управлению. Господь, пастырь мой, то есть мой руководитель, я ни в чем не буду нуждаться, скажите аминь. Псалом 22, Господь мой руководитель, Господь мой пастырь – это путь правильный. И поэтому слово предупреждает о неправильных путях. В прошлый раз мы вспоминали пару мест Библии из притчи 16, если не ошибаюсь, и 14. Да, 16.25 и 14.12, что есть пути, которые кажутся прямыми, но конец их путь к смерти. Помните, Иоанн Креститель проповедовал и говорил, что кривизны пусть выпрямятся, неровные пути пусть сделаются гладкими. Бог не доволен и не может принять неправильные пути. Иоанн проповедовал и говорит, что всякий холм да понизится, то есть гордыня пусть понизится. Это плохой путь гордости, то есть быть на такой неправильной высоте в своих собственных глазах, быть правым. И всякая долина пусть наполнится. Это значит неправильные такие низкие места, уничижение, все это. Бог хочет поднять. Кривизны вправо-влево пусть выпрямятся. И неровные пути пусть сделаются гладкими. Мы видим, что Бог, Он заинтересован в правильном пути нашем. Он хочет, чтобы мы шли правильно. И Он говорит слова любви и заботы в Псалме 31. Он говорит, Псалом 31, 8 стих. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе нужно идти». Псалом 31, стих 8. «Вразумлю тебя». Какое благословение, если Бог вразумляет нас. В Псалмах сказано, блажен человек, кого вразумляет Бог. «Бог наставляет советом твоим, доколе не придут бедственные дни». То есть, пока не придут другие дни. Очень ценно. И поэтому Бог говорит, вразумлю тебя, наставлю тебя на путь. Оказывается, Господь, Он есть путь, как написано Иоанна 14, 6. Он говорит, я есть путь, я есть истина, я есть жизнь. Господь очень хорошо понимает путь человека, что человек идет, он движется. Он может идти в своих помыслах, он может идти в своих мечтах, он может идти в физической жизни, он может действия, поступки. Это его путь, отрезок времени, цель, назначение. И Господь прекрасно знает, куда приводят эти пути. Есть ложные пути. Они приведут в тупик, в погибель. В детстве мы играли часто в такие игры, лабиринты. И мы пытались рассмотреть, куда приводят, вот именно как найти выход, всякие рисунки. Мы пытались угадать. И многие очень эти дорожки, ну, такие были игры, когда мы металлические такие мячики закатывали и так далее. То есть многие ходы были в тупике. Только один ход был правильным. И вот Господь, Он знает, что есть пути, которые кажутся прямыми, то есть они обманчивы. Но конец их путь к смерти. Господь указывал путь из древности, как мы слышали. Он указывал путь Аврааму, Он указывал путь Исааку, и сказал, не ходи в Египет, живи здесь. Он указывал путь Якову, Он указывал путь Моисею. Он открыл ему пути свои. И Господь показал свои пути Давиду. Он показал ему путь прославления. Поэтому Давид взял всех левитов, которые раньше носили скинью, а ее больше не нужно было носить, эту палатку храмовую, можно сказать, как храм, дом. И Он поставил их прославлять Господа, потому что они освободились от этой работы. И Он поставил их прославлять. Он создал четыре тысячи музыкальных орудий. Четыре тысячи музыкальных, играющих на музыкальных орудиях. Разные, чтобы прославить Господа. И Господь открыл ему пути. Это пути искания Бога, пути молитвы, пути прославления, собирания в Царство Божие. Он собирал финансы на строительство храма. Он был очень добрым. Давид, он заботился о бедных, помогал. И его пути, пути Давида, были названы как бы образцовыми. В определенное время Господь сказал о других царях, что он ходил путями Давида Отца Своего. Или первыми путями Давида Отца Своего. То есть, это была картина, и Бог сравнивал вот путь Давида, это был примером для людей, для царей. И Бог ожидал, что его потомки, они будут идти тем же путем. И так Бог интересуется нашими путями. Он думает о нас. И были плохие пути в Библии. Описывались, например, что такой-то царь, там, сын Ахава, ходил путем Ахава Отца Своего. Путем Ахава. Это путь неправильный, путь языческий. Путь идолопоклонства. Путь служения Ваалу. И вот Бог, слово путь, Он ставит, как выделяет в нашей жизни. И вот мы с вами, мы те, кто ищем пути Божьи. Бог хочет открывать нам пути свои. И поэтому в 118-м псалме мы в прошлый раз прочитали «Взираю на пути Твои». То есть, какой путь, какие шаги хочет Господь. Когда апостолы молились, Деяния апостолов, в 13-й главе книга описывает нам, они служили Господу и постились. Тогда Дух Святой сказал «Отделите мне Варнаву и Савла на дело служения». И они отправились куда? В путь, в путешествие. Бог говорил через пророков. Там были пророки и Савл, то есть Павел, был один из пророков, и учители. И там перечисляются братья. Они служили и постились. И Бог открыл путь для апостолов, чтобы идти и благовествовать. И я хочу сегодня сказать о пути и нескольких направлений, или, можно сказать, несколько таких граней Божьего пути, которые нам необходимы. И так, первое, что мы сказали из евреям, что это путь новый, и это путь живой. И если брать путь в оригинале, то есть вот главная цель пути, куда написано? Через завесу, то есть плоть свою. Господь открыл нам путь. Фактически, конечная цель каждого из нас и нашего пути – это будет небеса. Но чтобы попасть в небеса, нам нужно правильным путем идти на земле, скажем, аминь. Потому что так, как мы пойдем здесь, это приведет нас к цели. Именно к правильной цели. И нам нужно каждый шаг делать правильно. Потому что, если мы будем делать неправильные шаги, мы можем уклониться от пути, который сказал Господь, и оказаться в неправильном месте, в погибели. И здесь говорится, это путь новый и путь живой. Ясно то, что жизнь, которую предлагает нам Бог, она совершенно должна быть другая. И это уже не должны быть мирские пути, плотские пути, человеческие пути. Поэтому вот эти неправильные шаги, это уклонение вправо или влево, это является грехом. И важно покаяться и вернуться. И помните, Господь говорил в древности? Он говорил, что остановитесь на путях ваших и рассмотрите, где путь добрый, чтобы идти по нему. То есть наши пути, то есть человеческие пути, они неправильные. И Бог говорит, остановитесь на этих путях. Поэтому Бог хочет, чтобы мы нашли Его путь. И я хочу сегодня в Писании показать один из таких важных путей, которые Господь дает нам. И это именно путь, который от нас ожидает. Именно путь Иисуса. И мы откроем Евангелие Матфея, 4 главу, Матфея, 4. И здесь увидим путь, которым шел Иисус. Потому что Иисус сказал, идите за Мною. Знаете, друзья, когда мы видим кого-то перед собой, нам легче идти. Когда у группы есть руководитель, вожатый, или гид, или как можно сказать, нам легко идти. Нам легче, по крайней мере, идти. Если Он ведет нас трудным путем, мы, может быть, иногда сомневаемся, правильным путем Он нас ведет. Но если мы имеем веру и доверие, уверенность, мы будем доверять, следовать Его стопам. И вот путь Иисус. Иисус называет себя путем. Он не просто говорит, у меня есть путь. Он говорит, я есть путь. И поэтому Матфея, 4, когда Иисус вышел на служение... Около моря Галилейского, Матфея, 4, 18, увидел двух братьев. И Он указал им путь. Он сказал, идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами людей. В этом пути открывается цель. Идите за Мною. Если бы Он просто сказал, идите за Мною, и не сказал бы им цель, то у них оставались бы вопросы. Что Господь хочет от них в дальнейшем? Просто идти. Но Он говорит, я сделаю то, что вы сможете ловить людей. Ловить рыбу, другую рыбу, потому что они были рыболовы. А нужно ловить людей, спасти, вылавливать их. И Господь говорит, идите за Мною, Я сделаю вас. Ловцами людей. То есть Я дам вам другую миссию. Я проходил сегодня по берегу реки. Много рыбаков. Ловится крупная рыба. Очевидно, сейчас такое время. С раннего до позднего вечера. Крупная рыба. Я вижу, как они удочками вытаскивают, и как несколько крупных рыбин бьется на снегу. Но Господь говорит, идите за Мною. Я сделаю тебя ловцом людей. Это вот путь. И смотрите. И они, тотчас оставив сети, последовали за Ним. И оттуда, идя далее, увидел он двух других учеников, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, с отцом Завидеем в лодке, починивающих сети свои, и призвал их. Они тотчас оставили лодку, и отца своего последовали за Ним. И ходил Иисус по всей Галилеи. Вот это путь. Ходил Иисус повсюду, по всей Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о Нем слух по всей Сирии. Приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями, припадками, бесноватых и лунатиков, расслабленных, и Он исцелял их. И следовало за Ним множество народа из Галилеи, Десятиграде, Иерусалима, Иудеи и Зайордана. И ходил Иисус по всей Галилее. И Иисус указал нам путь. И Евангелие Марка, 16 глава, 15 стих. Идите по всему миру. Вот это путь Христа. Идите по всему миру. В Матфея 28, 19 сказано, идите и научите. Поэтому, если мы ищем сегодня ясности, ясного ответа, каков путь, какой Бог путь ожидает от меня, какой Бог путь ожидает от Михаила, от Александра, Алекс, какой путь ожидает от Владимира, какой путь ждет от нас, от Натальи, Юлии, и так далее. Он говорит, идите и научите все народы. Путь служения. Это самый важный путь. Самый важный путь. А самый ответственный путь, ради которого пришел Господь на землю. В том числе путь служения близким. И путь попечения и заботы, это тоже путь. Потому что сказано, кто не печется о домашних своих, тот отрекся от веры. Хуже неверного. То есть, это не исключает одно другое. Деток надо растить. Деток нужно кормить. Это тоже определенный путь. Путь, который приходится проходить. И если родители воспитывают детей, и детям уже 24-25 лет, и дети еще с ними, это долгий путь. Но родители готовы там благословлять и рады, что дети с ними. Это путь. Но путь служения, это путь Иисуса. Это духовный путь. Это путь превосходнейший. Потому что этот путь, он направлен для того, чтобы других людей привести на этот путь, привести в Царство Божие. А если нет, то они погибнут. Поэтому Иисус сказал, идите и научите все народы. Идите. Поэтому сегодня этот путь новый и живой. Это другой путь. Когда мы были неверующие, или мы не знали Господа, мы не проповедовали. Когда мы не были рождены свыше, мы молчали. Мы, может быть, даже и стыдились, что узнают, что если мы из верующей семьи. Но когда мы познали Господа, когда Бог открылся нам, то наша жизнь стала путем. Каждая встреча с каким-то человеком, она побуждала нас, чтобы сказать Ему о Боге. Я рассказывал об этом, когда мне стало 16 лет и немножко больше, 16 с небольшим. И Господь постучал в мое сердце, чтобы я покаялся, чтобы я обратился, последовал за Ним. Тогда я ясно понимал, что теперь я должен всем говорить о Христе. И если я не буду говорить, то они погибнут, и Бог спросит с меня. Поэтому Бог так усмотрел, чтобы я учился в другом городе, в городе Силамя. Бог так усмотрел. Он побуждал меня ехать на транспорте попутном, потому что это было бесплатно, потому что в доме не было столько денег, потому что мне было неудобно просить у мамы деньги на автобус, и потому что Господь так хотел. Потому что каждая поездка в течение двух лет туда и обратно открывала возможности каждому человеку хотя бы несколько слов сказать о Боге. Я делал это, превозмогая страх, превозмогая робость. Делал не потому, что я такой, а потому что Бог вот так вложил в мое сердце. Это был путь, это начался путь благовестия. И потом в армии через два года, потому что сразу с училища в армию, сразу без практики, и два года каждый день, по много раз в день. Я не помню дня, чтобы меня не спрашивали, что это было, сотни солдат, и многие спрашивают. И расскажи опять, расскажи опять, каждый день. И нужно было говорить и говорить. Офицеры спрашивали, солдаты спрашивали. Я тогда еще не понимал, что это путь благовестия. Я просто знал, что так надо. Но это то, что Бог ожидал от меня и ожидает от нас. Это путь служения, путь благое вести. И Господь говорит Ефесянам, шестая глава, обувши ноги в готовность благовестовать мир. Путь благовестия. Идите за мной, говорит Господь каждому из нас. Я сделаю вас ловцами людей. Иисус пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Идите. Я посылаю вас, как овец среди волков. Иисус призвал 12 учеников и сказал, идите во всякое место, каждый город, куда я хотел идти, идите. Подвое послал их. Говорите всем, мир вашему дому. Мир этому дому. Проповедуйте Евангелие. Больных исцеляйте. Прокаженных очищайте. Бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собой меди в поясе. То есть не беспокойтесь, идите в вере. Не берите с собой много одежды. Трудящийся достоин награды своей. Если не примут вашего свидетельства, отряхните пыль с ваших ног и скажите, что мы даже пыль оставляем вам, что мы ничего не берем от вас. И знайте, что отрадней будет Содому и Гаморе в день суда, нежели городу тому. Какая важная весть, какая серьезная весть, что Содому и Гаморе будет легче, чем тем, кто не примут вашего благовествования. Господь строго взыщет сам, потому что отвергли спасителя, отвергли благодать, отвергли кровь Христа, отвергли Мессию, отвергли покаяние. Это самая важная миссия. Поэтому сегодня я продолжаю путь служения, путь благовестия. И Дух Ситой сегодня нечто показал мне ночью. Я скажу это, я не боюсь это, иногда я немножко боюсь сказать. Но что мне делать? Я должен сказать. Я сегодня ночью увидел во сне такую серо-голубую ленту. Я не знаю, почему она такая, такая серо-голубая лента. И там было одно слово, белыми буквами написано. Евангелизация. И я проснулся. Я понял, Господь сегодня говорит мне, чтобы я сразу уже готовился и думал, что делать, евангелизировать. Евангелизация. И я проснулся. Это было слово Господа. Я верю так. Я верю, что я должен думать о том, как нам сделать следующее собрание. Каким это сделать? Может быть, вдохновить, ободрить вас. Или мы ободрим друг друга, ободрим нашу любимую молодежь, чтобы благовестие, то есть стать на путь благовестия. Бог дает нам транспорт, дает нам, чтобы мы могли взять аппаратуру, если нужно, взять с собой какие-то вещи, взять с собой Евангелие, может быть, взять с собой вещи, гуманитарную помощь, чтобы послужить. Это путь служения, потому что Христос дал мне еще одно слово. Матфея, это путь служения, путь благовестия. Матфея, 25 глава, он говорит так. Тем, которые служили, которые шли этим путем, он сказал. что Матфея, 25-36. Я был наг, то есть у меня не было одежды, Иисус говорит, и вы одели меня. Бог хочет, чтобы мы взяли с собой одежду, принесли, либо позвали людей и одели их. Далее. Я был болен, и вы посетили меня, то есть вы пришли ко мне. Это путь служения. Я был болен, и вы пришли ко мне, говорит Иисус. Путь служения, это прийти к больным, прийти к умирающим, прийти, чтобы принести исцеление, прийти, чтобы посетить их, ободрить их, если Господь приготовил их или готовит их, чтобы взять. И дальше. Я был в темнице, и вы пришли ко мне. Обратите внимание, Дух Святой обратил мое внимание сегодня на слово пришли, посетили. Это путь. И поэтому, когда Бог посылает вас куда-то, когда вы едете в поселок, в деревню, где вы жили, в город, или к родственникам, в Россию, или в какое-то другое место, в Украину, это угодный Богу путь. Друзья, лучше наш путь жизни провести вот так в путешествиях, в благовестиях, в добродетели, и сдерживая себя, посещая людей, чем провести праздно, просто лежа на диване, смотря телевизор. Согласитесь, друзья, это не будет путь Божий. Согласитесь, скажите аминь громко, если верите. Вы понимаете? То есть, если мы будем просто, ну, находиться в телеэкране, мы будем что-то потреблять, мы свое драгоценное время тратим. Но когда вы звоните кому-то и говорите, как ты там, брат, как ты там, сестра, может быть, вы по скайпу с кем-то говорите, или вы поехали, пошли, то вы стали на путь Божий, вы стали на путь благословения. Посещайте больных, посещайте друг друга, ободряйте. Девушки, мальчики, посещайте, если вы кто-то пропустил, кто-то ослабел, кто-то оступился, кому-то очень трудно с учебой, кто-то, может быть, плачет дома, посещайте их. Это путь Иисуса. Иисус приходил в домы людей. Он пришел в дом, исцелил его тещу. Он пришел в дом, где лежала умирающая или уже мертвая девочка. Он пришел в дом Закхея и сказал, я хочу быть у тебя в доме. Он пришел еще в другие дома. Написано, собрались в доме так, что не было им места. И тогда разобрали кровлю. Иисус пришел. И он ходил всюду. Он ходил. И поэтому, если вы выберете путь, что я пойду, я пойду посетить, я пойду на молитву, пойду посетить кого-то, в больницу, пойду в темницу, если есть возможность, то есть, некоторые проповедуют в тюрьмах, у кого есть право, или посетить людей в других городах. Это Божий путь. И Христос говорит Еввесянам 6 глава 15 стих, обуйте ноги в готовность благовествовать мир. Друзья, это Божий путь. Он превосходный путь. Мы не говорим, что это путь богатства. Нет, мы не говорим, что это путь какого-то бизнеса. Нет, это другой путь. Это путь служения. И Господь тебя и меня зовет на свой путь. Он говорит, кто будет веровать и креститься, будет спасен. А где границы этого? Нет границ. Он говорит, идите по всему миру. До края земли. Идите до края земли. Научите все народы. Проповедуя Царство Божие. Я был голоден, вы меня накормили. Я жаждал, вы меня напоили. Я был на аквы, одели. Когда мы видели тебя ноги, когда мы видели тебя жаждущим, Господи, когда мы видели тебя голодным, что вы сделали одному из наименьших все силы, то сделали мне. Поэтому путь Иисуса, он довольно ясный. Мы иногда думаем, что Господь хочет ты от меня? Какой твой план для моей жизни? Господи, укажи пути. Укажи мне пути твои. По-моему, 32-й псалом. Научи меня стезем твоим. Направь меня на истину твою. Ибо ты Бог спасения моего. Это правильно, если мы ищем Божий путь. Это правильно, если мы ищем откровение от Бога. Как мы должны жить? Как мы должны служить? Вот наша жизнь. И поэтому возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господь. Это путь Божий. Это путь был путь апостолов. Они шли и благовествовали. Шли по всем городам Иудеи и Самарии. Затем Бог открыл им путь к язычникам. И они пошли к разным народам. Таким образом, Евангелие Божие достигло и нас с вами. Скифию. Разные народы. Языческие народы. Варварские народы. И Павел говорит, я должен всем. Поэтому сегодня путь это путь служения. Это путь Иисуса. Поэтому сегодня в этот час вот Господь нас как-то приводит уже к конкретному служению, что если мы думаем о пути жизни своей, то вот этот путь, он во Иисусе, он связан со служением и проповедью Евангелия. Мы примем это, не так ли, дорогие? Примем это обозначение пути, путь Иисуса, служение Иисуса. Мы не говорим сейчас, что каждый должен стать апостолом. Так Библия говорит, что не говорит, что все апостолы. Нет. Сказано, все ли апостолы, все ли пророки, все ли евангелисты. Нет. Но все свидетели Христа, все ученики Иисуса. Правда же? Это все, независимо от званий. Аллилуйя. Слава Богу за это. Аминь. Аминь. Аминь.